как же быстро летит время казалось бы мотовесна 2021 только-только от гремела а поклонники двухколесной техники уже вновь собрались в экспоцентре чтобы открыть новый сезон полюбоваться яркими кастомными проектами познакомиться с новинками да конечно из-за санкций выставка в этом году меньше чем в прошлом но тем не менее здесь очень много интересного если говорить точнее то экспозиция сократилась примерно вдвое а все из-за того что многие американские европейские и японские бренды приостановили деятельность в россии и не смогли принять выставке полноценное участие однако последние новинки те что успели пересечь границу до введения санкций на мотовесне все же отметились актуальный модельный ряд марки триумф если посмотреть в описании можно увидеть что мотоциклы представлены и здесь 21 и 22 года выпуска но куда больше обращать на себя внимание вот эта надпись красная книга что это значит это значит что этим пайки купить сегодня невозможно ввиду а тех самых санкционных сложностей и то же самое кстати наблюдается у бмв до представительств зарубежных брендов на мотовесне увы не было зато подобралась огромная экспозиция кастомных проектов какие-то из них мы уже видели на прошлых выставках какие-то совершенно новые как вам например вот этот трицикл построены зубными техниками отцом и сыном 12 лет кропотливой работы мотор в 2,8 литра автоматическая коробка передач систему охлаждения проектировали сами заднюю подвеску позаимствовали у бмв добрая часть выставки посвящена кастом на мотоциклам и если честно у меня даже глаза разбегаются потому что они все-таки яркие необычные любопытные если бы нужно было выбрать один экспонат то самым привлекательным и интересным я бы назвала вот этот пмв доработанный в мастерской зилиш гараж помимо кастомов и новинок из салонов на мотовесне можно было отыскать и уникальные боевые мотоциклы сразу несколько таких привезла например гоночная команда студентов московского политехо двое из них побывали на фестивале байкальская миля здесь стоит мотоцикл рекордсмен в 2020 году он поставил рекорд в своем классе 210 километров в час а также на стенде байкальской мили стоит наш новый мотоцикл с которым ездили уже в 22 году к сожалению нам не удалось побить свой собственный рекорд но мы надеемся выйти с этим мотоциклом уже в пельцу и гонке на привычном покрытии асфальтном а вот другой рекордсмен байкальской мили это быстрейший в мире вездеход который сумел разогнаться до 179 километров в час и эта машина уникальна по очень большому количеству параметров то есть у нее там огромный дорожный просвет полметра у нее полностью независимая подвеска она может использоваться автоматической коробкой передачи с механической достаточно мощный мотор который позволяет самых тяжелых подъемах вытаскивать машину очень большое количество ноу-хау в трансмиссии то есть все на блокировках автоматических очень сильная система охлаждения чтобы в горах тяжелых подъемов машина не перегревалась не обошлось на стенде байкальской мили разумеется и без автомобилей к слову четырехколесный транспорт установил на фестивале этого года аж 36 рекордов в разных категориях понятно что на этой выставке обычных ничем не примечательных автомобилей нет но мне хотелось бы выделить вот этот экземпляр это фланкер f первый российский гиперкар для соревнований по дрифту этот автомобиль строили в санкт-петербурге у него под капотом мощнейший движок 640 лошадиных сил и этот мотор кстати тоже отечественная разработка обращает на себя внимание и крайне странный аппарат разместившийся по соседству с фланкером он тоже побывал на байкале причем именно ему принадлежит звание самого быстрого транспортного средства в истории фестиваля еще бы его мощность достигает трех с половиной тысяч лошадиных сил при весе конструкции в 800 килограммов а базируется он на остатках audi 100 а это непонятная штуковина машина с реактивным двигателем от самолета як-40 на мотовесне можно найти и не такое этот аппарат разгоняется до 300 километров в час и даже есть такая шутка что если его расположить вертикально он полетит в космос как настоящая ракета техника принимавшая участие в байкальской миле расположилась в экспоцентре неспроста на второй день выставки проходила торжественное награждение победителей минувшего сезона денежные призы вручали тем командам которые лучше других справились заданиями грантура то есть тем что через всю страну своим ходом ехали на байкал хотя проводить грантуру в этом году организаторы даже не собирались планировали ограничиться одним лишь фестивалем скорости честно говоря мы не рассчитывали что мы будем при таком количестве участников что мы будем опять проводить но произошло прям так действительно запрос от людей что они хотят ехать по стране мало того что участники захотели плюс еще наши поклонники мили они где же грантур мы хотим смотреть хотим следить на самом деле очень много нас было таких вот заявлений интересных для нас что наконец можно что-то показывать детям слову о детях на мотовесну приходили целыми семьями самые маленькие посетители выставки с огромным удовольствием забирались на экспонаты примеряя на себя роль крутых байкеров впрочем не только их ажиотаж наблюдался и на стенде гоночной команды new star marine которая привезла на мотовесну катамаран принимающие участие в гонках на воде непосредственно этот корпус сделан под многочасовые гонки ран 24 часа это аналог алимана автомобильную мы уже порядка пяти лет выступаем в этой международной формуле ну и были чемпионами мировой серии и если найти среди экспонатов авто и мото выставки катамаран кажется странным то квадроциклы и багги совсем нет нельзя сказать что их на мотовесне было много но попадались действительно интересные экземпляры когда говорят баги мы представляем себе компактную машинку для оффроуд приключений здесь же перед нами восьмиместный аппарат созданный туристических целей у этой машины контрактные силовые агрегаты от лэнд крузером нее производят в ростове-на-дону выпущены уже 6 экземпляров ну а стартовая цена такой игрушки три с половиной миллиона рублей но даже этим на 11 по счету мотовесна не ограничивается с каждым годом выставка становится разнообразнее не только за счет новых участников но и благодаря дополнительным близким аудитории направления это полное погружение полное погружение в мир моторов мотоцикла автомобиля теперь у нас велосипеды являются равноценной частью композиции поэтому здесь все что угодно из мира велосипедов плюс у нас небольшая но гордо экспозиция ножей это очень близко это должно было быть чуть-чуть обособленная экспозиция но теперь мы включили ее в себя и конечно же у нас новое направление это электротранспорт гвоздем выставки электротранспорта едрай встал китайский электромобиль лифдео ай-9 он располагает аккумулятором на 62 киловатт часа не может проехать на одном заряде порядка 400 километров этот автомобиль и раньше можно было заказать из поднебесной через посредников но в обозримом будущем он должен стать к нам чуточку ближе компания логем планирует вывести эту модель на рынок под собственным брендом правда не в первозданном виде а после адаптации к российским условиям изменений было достаточно много там более 200 изменений усилена была подвеска переработана контур терморегуляции аккумуляторов отопление в салоне и много много нюансов которые более приемлемы для российского рынка но не не нужны в китае сейчас компания проводит сертификацию которая должна завершиться до конца текущего года кроме того идут переговоры о локализации производства что же касается ориентировочной цены то за автомобиль с кондиционером простейшим круиз-контролем обогревом сидений и прочими базовыми системами попросят не меньше трех миллионов рублей впрочем выставка мотовесна может прокатить посетителей не только в будущее где широко применяется электротранспорт но и в прошлое это особенно ценно особый интерес вызывает и коллекция спортивной техники советского союза представленная мастерской шаманского здесь можно отыскать даже такой раритет как мотоцикл кмз это продукт харьковского мотоциклетного завода советских орлей живая легенда не любопытно что здесь на модовесне представлен единственный последний сохранившийся до наших дней экземпляр причем он до сих пор на ходу чтобы внимательно изучить всю выставку потребуется не один час особенно если не просто любоваться экспонатами но и принимать участие в активностях у их довольно много скажем на этой мотовесне как и в прошлом году проводился благотворительный аукцион с молотка уходили уникальные лоты подготовленные участниками выставки и спортсменами вырученные средства перечислялись фонду картинг без границ на создание новых карт для лиц с ограниченными возможностями или можно было испытать свою смекалку и эрудированность в квесте от московского транспорта слову на выставку заглянул его руководитель зам мэра столицы максим лексутов он пожелал мотоциклистам хорошего сезона и напомнил о том что в приоритете всегда должна оставаться безопасность что отрадно но количество дорожно-транспортных происшествий который случается с мотоциклистами оно падает безусловно это в первую очередь ответственный подход самих водителей мотоциклов но типичное нарушение правил дорожного движения которое приводит к сожалению трагическом случае это существенное превышение скорости и отсутствие экипировки стенд московского транспорта наверняка запомнится посетителям не только мотоциклами которые стоят на страже дорожного порядка но и мастер-классами сотрудников мчс причем они делились опытом как в павильоне так и на уличной площадке там же где проводились велогонки выступление стендрайдеров и джимхана в общем даже несмотря на санкционные сложности мото весна снова удалась и что самое важное так считают не только организаторы но и посетители для которых все и затевалось слушайте выставка на самом деле прикольные я принципе на каждой мотовесне на каждой мотозиме поехали и приехали каждая выставка несет за собой какую-то информацию в прошлом году прошлая мотовесна была такая дружественная ламповая семейная домашняя в этом году она такая более шумная и даже уход с рынка мировых брендов совершенно не повлиял на нее мне очень нравится хотя нашлись и те кто с этим не согласен кому привычных стендов мотопроизводителей остро не хватало кастом на интересное но вы же понимаете что эти мотоциклы они с года в год хочу это мы их уже видели там очень много раз поэтому ну интересно но больше хотелось бы таких практических вещей когда можно же посмотреть и там окей я вот допустим это куплю кастом ну мы же понимаем что это просто как бы на тему посмотреть покайфовать и все но все так или иначе сходятся в одном выставка интересная есть на что посмотреть мне понравились индия на мне понравились вот кастом мотоциклы ничего интересное на самом деле это пришел еще пока все не обошел но так очень интересный много техники вполне я доволен мне очень нравится эта выставка она очень познавательно интересно много всего можно посмотреть узнать и так далее и хотя бы дует мнение что авто и мото техника это прерогатива мужчин на мотовесне встречалось и много женщин и нет они не стояли в сторонке листая от скуки социальные сети с не меньшим любопытством рассматривали экспонаты и в особенности те посетительницы что попали на весенний мотопраздник впервые на я первый раз но мне было интересно потому что я ничего не видела в прошлый раз красиво вот а вообще как отмечают организаторы публика мотовесны меняется и молодеет если раньше на выставку приходили в основном посетители старше 30 то теперь с каждым годом она привлекает все больше молодежи тех же студентов которые в этот раз приобрели в два раза больше билетов а это свидетельствует о том что со своей главной задачей популяризации мотодвижения она справляется в любом случае из года в год есть новинки и появляются новые компании которых нужно рассказать да это не только через интернет но также через уфлайн мероприятия ты можешь прийти посмотреть в одном месте пощупать все что здесь выставляется посидеть на мотоцикле что-то там для себя выбрать подобрать включая там экипировку и шлема поэтому с учетом того какой интерес каждый год к выставке среди участников и среди посетителей то я думаю что выставку мотовесна будет еще много-много раз проходить каждый год выставка мотовесна собравши на одной площадке более двухсот участников и несколько десятков тысяч посетителей завершилась но за любым концом как известно следует новое начало впереди насыщенный мото сезон и несколько громких мотофестивалей а в начале декабря любители двухколесной техники вновь встретятся в экспоцентре чтобы подвести итоги уходящего года на родственной выставке поехали декабря любители уходящего года уходящего года декабря любителей